Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Эволюция Борна. В игре всегда несколько фигур. Одна из них Джейсон Борн, другая – совершенный агент Аарон Кросс. Их возможности безграничны, но даже у идеального оружия бывают сбои. Строг на запад 2015 года. История авантюриста по имени Сайлас, сопровождающего вас на путешествии вдоль всеамериканской границы, 16-летнего паренька по имени Джей Кавендиш. Джей разыскивает девушку, в которую влюблен. Они пересеклись случайно. Одинокий волк, отбившийся от волчьей стаи и заяц, оказавшийся в волчьем логове. Он мог дать ему умереть, мог убить, но не вцепился в горло, а пошел с ним по следу, помогая найти затающуюся где-то любовь, провожая через поля ненависти или со страха, твердо, не решив, что делать дальше с ним и с собой. Ступники. Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные стороны баррикады. Один из них – агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой – крот, внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев. О грабле по-итальянски. Джон Бриджер всегда умел спланировать идеальное ограбление. Вместе с своей командой опытных бандитов он провернул не одно дело, но теперь решил уйти на покой. Впереди у Бриджера последнее задание – кража золотых слитков, в которых принимает участие инсайдер Стив, водитель Роб, взрыватель Левое Ухо, технари Лайл и Чарли, верный друг Бриджера и второй планировщик в их команде. Ограбление, изящное и быстрое, было разыграно как по нотам, но после его завершения веселье преступников было омрачено предательством. Мача и Ботан 2012 года. Шмидт и Дженко люди не довидели друг друга в школе, однако жизнь распорядилась так, что в полицейской академии они стали друзьями, их никак нельзя было назвать гордостью Альма-Авантер, до тех пор, пока судьба не подкинула шанс им все изменить. Они поступили на службу в департамент секретной службы, на Джамп-стрит, который руководит капитан Диксон. Они меняют пистолеты и удостоверения на ранцы и используют свою малжавую внешность, как прикрытие. Тель номер один. История одной из операций спецслужб США по поимке Усама бен Ладена. Код доступа Кейп-Таун 2012 года. Мэтт мечтает со своей невестой переехать в Париж, но она не знает, что уже год он работает на ЦРУ. Легендарный агент ЦРУ Фрост владеет секретной информацией, но он вышел из-под контроля, и теперь его главное правило – не доверяй никому, тебе предаст каждый. Их пути пересекутся в одном из красивейших городов мира – Кейп-Тауне, где каждый должен будет сделать свой выбор. Война Стоуна. Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны. Капитан Мартин Стоун возглавляет небольшую группу солдат, готовящихся напасть на вражеский бункер. Но не рассчитав силы противника, они вынуждены были отступить для перегруппировки. Но им приходится вновь вступить в бой. Но на этот раз противостоять им будут мертвые солдаты, которых они убили во время атаки. Джек Ричер. Снайпер убивает нескольких случайных прохожих. Его находят и арестовывают. Все улики указывают на него. На допросе вместо признания он пишет имя – Джек Ричер. Больше обвиняемый не может ничего сказать, поскольку после избиения заключенными впадает в кому. Загадочный Джек Ричер появляется незамедлительно. Что теперь будет с убийцей? Защитник 2012 года. Бывший агент элитный спецслужб спасает девочку с уникальными способностями из цепких лап нью-йоркской мафии. Она единственная, кто знает код от сейфа, где хранятся миллионы долларов китайских триад. И теперь только профессионал может защитить ее от мафии, азиатских ассасинов и коррумпированных полицейских. На улицах Нью-Йорка развернется погоня за девочкой, которой очень повезло с Защитником. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok